Хорошо, значит будем сразу начинать. Сегодня я вам хочу рассказать про три вселенные. Что такое три вселенные и как происходит реализация того, что мы хотим. Чудный процесс, который всех интересует, конечно же, но процесс, в котором очень многие люди запутались, не понимают, как это происходит. Поэтому часто не получается реализовать то, что хочется. Или часто хочется то, что нельзя реализовать здесь. Часто такое бывает, ты что-то хочешь, а здесь нельзя это реализовать. Ну, давайте разбираться. Итак, три вселенные. Три вселенные. Что имеется в виду? Вроде в одной живем, но на самом деле это не так. На самом деле всегда существуют три вселенные. Ваша собственная внутренняя вселенная, где вы, по идее, царь и бог. Вторая вселенная. Это вселенная другого. То есть любой другой человек, он так же, как и вы, он является на самом деле полной причиной над своей внутренней вселенной. И есть третья вселенная. Третья вселенная это то, что мы видим. Это общая реальность, это игра, в которой мы находимся. То есть вот мы действуем, да, вот здесь вот есть эти тела. Мы управляем этими телами, управляем мы этими телами тоже посредством мысли, скажем так, управляем через свою первую вселенную. То есть наша первая вселенная, она имеет постоянно взаимоотношения со вторыми вселенными других людей, да. И мы постоянно имеем все и вторые и первые вселенные с третьей вселенной, взаимодействие с третьей вселенной. Конечно, мы сюда пришли для того, чтобы играть в этой общей третьей вселенной. Это место, где мы можем встретиться, это место, где мы можем переживать какой-то опыт. Но эта вот третья вселенная, она из себя представляет, что ли, определенные соглашения, да. То есть мы согласились, что вот оно будет так. Естественно, у этой третьей вселенной есть свой автор, да. Есть, скажем так, главный архитектор, который заложил основы этой третьей вселенной. Но это не значит, что только его авторство. Все мы участвуем в этой третьей вселенной, мы все творцы, и мы все тоже что-то сюда вносим. Просто есть определенные базовые принципы, которые регулируют, ну, скажем так, эту игру. И вот когда вы эти принципы не знаете, да, и когда вы странные вещи пытаетесь делать, а вы же, понимаете, вы же бог и царь в своей внутренней вселенной. То есть вы являетесь тем, кто мыслит, тем, кто может любую мысль, там, не знаю, что-то придумать себе, визуализировать и дать ей силу, да. То есть вы можете, например, что-то себе визуализировать, что-то придумать. И вот эта штука, которую вы придумываете, ваша мечта, например, она не очень согласуется просто, во-первых, с третьей вселенной, с тем, как она устроена, да. Такое очень часто бывает. То есть вы что-то думаете такое, фантазируете, а в реальности оно немножко по-другому. И у вас все время не накладывается, как бы не соответствует. Вы из-за этого можете страдать. Вы можете постоянно пытаться чего-то достигать, что вот здесь вот оно не работает так, да. И вместо того, чтобы разобраться, как устроена третья вселенная, какие здесь существуют договоренности, принципы, законы, да. Вместо того, чтобы исследовать это, часто мы просто верим в какие-то странные идеи и тупо хотим вот сделать, как мы хотим. И мы часто что делаем? Мы часто пытаемся навязать, пытаемся навязать свои какие-то мысли, идеи, желания, эмоции в третьей вселенной и в втором вселенной, да, то есть другим людям. То есть мы часто пытаемся общаться с другими людьми, что-то им навязывать, да, пытаться на них как-то влиять, забывая часто, что эти люди, такие же, как и мы, творцы, они тоже являются полной причиной в своей первой вселенной, которая для нас вторая, да, они тоже там что-то чувствуют, у них какие-то свои эмоции, свои желания, свои намерения, да. И очень часто, когда мы взаимодействуем в третьей вселенной с этими вторыми, да, мы часто наступаем на желания других людей, мы им что-то навязываем, пытаемся спорить, обесценивать, что-то как-то называть их там, да, ну вот это часто присутствует. Это всё происходит от того, что люди просто, они как бы уснули в этом всём, да, заигрались, заигрались люди и забыли, что существует первая вселенная, вторая и третья. И что нам нужно помнить, что мы причина только в своей первой вселенной, мы не являемся причиной над третьей вселенной, ой, над второй вселенной, то есть над вселенной другого человека, мы не являемся причиной. И мы в определённой степени являемся в высокой степени причиной над третьей вселенной, над общей игрой. То есть мы вправе делать в этой жизни такую жизнь, как мы хотим. Мы вправе это делать, но не против тех базовых принципов, тех законов, которые здесь существуют. В том числе и не против тех законов, о которых договорились на данный момент люди вот в какой-то стране, да. То есть это тоже система договорённости определённая, да, система правил. Когда вы играете, очень важно учитывать все эти нюансы. И только познав эти все нюансы, поняв, как это работает, вы можете сделать из этой жизни, ну, максимально то, где вы можете кайфовать и жить, как вы хотите, в достаточно высокой степени. Да, но для этого нужно не навязывать ничего против базовых законов и принципов общей игры. И не навязывать никому ничего, ну, что вам кажется правильным, да, другим людям, другим существам. С ними надо договариваться путём общения, приходить к соглашениям, да, и договариваться. Тебе как? Вот смотри, у меня родилась такая-то идея, да, вот я с другим человеком посредством слов передаю ему какие-то идеи. Из первой вселенной во вторую. Я с ним общаюсь. Мы обмениваемся не телепатически, хотя и такая возможность есть. Мы обмениваемся через слова, да, и мы ему что-то говорим. Он, когда мы ему говорим, должен точно понять, что мы имеем в виду. Ну, вот поэтому очень важно знать хорошо язык, да, и иметь одинаковые значения слов, чтобы и тот, и этот человек по-одинаковому понимали те слова, которые используются, да. И тогда посредством языка, посредством слов вы можете передать, что вы хотите другому человеку. И тогда вы можете с ним хорошо договориться и прийти к общей реальности, к согласию. Например, мужчина и женщина, да, они постоянно взаимодействуют, и они договариваются. Как только кто-то начинает говорить, да ты должен мне, да, то есть, ты должен, а почему я тебе должен? А типа все так решили там, а на самом деле не решили, да. Даже если, понимаете, тут какой-то момент, даже если многие о чем-то договорились, это еще не значит, что вам нужно с этим соглашаться всегда, да. Здесь надо так бдительно к этому относиться. То есть, например, многие просто верят в какие-то вещи, да, просто верят в какие-то идеи, что жизнь вот каким-то образом там устроена, да. Что, например, женщина, вот там, ведическая женщина, да. Вот начитались вед, и там описана какая-то ведическая женщина. И вот представьте там эти вайшнавы, да, кришнаиты, у них есть образ этой ведической женщины, и они все верят, вот что женщина должна быть такой-то. Ну, действительно, они все с этим сами согласились, и они считают, вот что женщина должна быть такой. Но должна ли быть такой женщина от природы, да. То есть, есть то, какова женщина от природы, есть какие-то вещи до того, как на это смотрят там вайшнавы, кришнаиты, веды, да. То есть, есть то, что существует от природы, от Бога, можно сказать, да. Ну, как оно задумано было, да. Вот надо разобраться с тем, как оно на самом деле-то задумано, да. И действительно ли вам нужно быть ведическим мужчиной, там, или ведической женщиной, или вы просто принимаете какие-то паттерны, какие-то вот общие образы, надеваете на себя и пытаетесь вот играть какие-то роли, да. Это такое тоже может быть, кстати. Очень многие люди вот попадают в какие-то организации, в какие-то маятники, и вот там они проигрывают какие-то общие соглашения. Такое тоже может быть. Ну, в конце концов, мы все стремимся к свободе, чтобы быть собой, понимаете. Мы хотим быть собой. Мы хотим, как мы хотим. Ну, конечно, не против, то есть, не навязывая ничего никому, да, и не против вот этих вот базовых принципов жизни. Каким образом происходит реализация вашего желания? Вот интересный вопрос, да. А как оно реализуется? Это, конечно же, реализуется посредством мысли и посредством того, что вы принимаете решение, что какая-то мысль, какой-то образ будет реализован. Компромиссы. Компромисс – это согласие на основе взаимных уступок. Компромиссы, ну, надо смотреть по ситуации. Иногда бывает, что безвыходная ситуация, тебе нужно с чем-то согласиться на время, да, но я тебе не рекомендую находиться в компромиссах. Решение должно быть разумным, и оно должно устраивать в высокой степени обе стороны. Часто бывает, компромиссы – это такая штука, что, типа, и тебе не очень, и им не очень. Ну, как-то, ладно, пусть будет, знаешь, вот такое. Ну, ладно, пусть будет. Не очень подходит ни одной стороне, ни другой, но они как-то не могут договориться и выбирают, ну, хотя бы пусть будет так. Так, в чем опасность этого компромисса, что оба, на самом деле, обе стороны, когда они приходят к компромиссу, они не очень довольны этим решением, не очень нравится им это. Ну, честно так сказать, да, и они вынуждены хотя бы прийти к такому полусогласию. Это не целостное решение, понимаешь? Почему? Потому что, когда ты делаешь именно так, как ты хочешь, и ты договариваешься, чтобы было именно так, как хочет другой, и именно так, как хочешь ты, и только такое вот подтверждается, да, тогда нет компромисса. То есть, если вы договорились так, как хотите оба, тогда здесь просто будет взаимоинтересное, взаимовыгодное решение, честная сделка такая. А он выигрывает, и ты выигрываешь, она выигрывает, и ты выигрываешь, да? То есть, все удовлетворены. Ну, какой тогда компромисс, да? А компромисс, это когда оба не очень удовлетворены тем соглашением, к которому они пришли. А, соответственно, это не очень такое целостное соглашение. Соответственно, такое соглашение, может быть, и не стоит на него соглашаться, знаешь? То есть, может быть, стоит не сказать нет просто в этой ситуации. Макса, я могу сам правило писать для трех вселенных? Нет, не можешь. Ты не можешь написать правило... Не, ну как, ты можешь? Смотри, ты можешь, например, написать правило игры для тех людей, которых ты нанимаешь в свой бизнес, да? То есть, ты, например, затеиваешь свою игру. Вот в этой общей игре, да? В третьей вселенной мы все постоянно во что-то играем. И периодически мы хотим затеять очередную игру, да? Вот мы затеиваем игру, да? И когда мы создаем игру, и в этой игре я являюсь источником, я являюсь автором игры, я являюсь тем, кто начал эту игру, соответственно, я пишу правило, как мы будем играть. И когда другие люди заходят, понимаешь? Когда другие люди заходят, это же вторая вселенная, навязать я им правила не могу, но я им говорю, слушай, это моя игра, вот смотри, у меня такие-то правила, вот посмотри, тебе как? Он смотрит, слушай, мне нормально, то есть, я чувствую, я согласен с этим. И он заходит, он подписывается под эти правила, пока он играет по этим правилам, честно с тобой, да? Исполняет то, как вы договорились, все хорошо. Но если он начинает пытаться хитрить, да, и пытаться не исполнять договоренности, под которыми он подписался, начинаются проблемы, и он, ну, он как бы в твоей игре пытается, например, играть в свою собственную игру и обходить тебя, несмотря на то, что ты автор, а так, чтобы ты писал, ну, как бы основополагающие, базовые принципы, да, для всех вселенных, нет у тебя такой возможности, нету, понимаешь? Вот у этой всей игры, в которой мы находимся, которая называется «Эта вселенная», у нее тоже есть автор, и он уже все написал, понимаешь? И то, что он написал, ты никогда не перепишешь. Ты просто, когда сюда зашел, ты, считай, зашел в его компанию, да? Ты сюда зашел, ты все, ты априори согласился с определенными принципами, что существует пространство, что существует энергия, материя, время. Это базовые принципы, созданные источником, да? То есть, вот, что здесь есть цикл действия, да, изменения происходят во времени, что здесь есть этика, что здесь вот есть вещи, которые можно делать, которые нельзя, да? Это все уже заложено, и эти вещи, ну, ты можешь пытаться нарушать, но если ты их будешь нарушать, то, извини, за это будут, карма будет за это. То есть, если ты выходишь за пределы, это вот как, смотри, я, я фаундер компании, то есть, я основатель компании. И у меня есть, естественно, корпоративная культура, да, у меня есть определенные правила, что здесь можно делать, что нельзя. И когда кто-то ко мне пришел сюда, и если он, например, не уважает мои правила, он начинает воровать, там, или что-то такое делать, рано или поздно его настигнет расплата за, ну, то есть, его рано или поздно раскроют, и рано или поздно он понесет за это какие-то наказания, понимаешь? Либо его вышвырнут отсюда. Такое тоже, кстати, бывает. Вот здесь же есть люди, которые начинают беспределить, да? Такое же бывает, что вот человек приходит сюда, он думает, что ему можно все. Бандит, да? И он начинает беспределить, делать все, что он хочет. Ну, мы знаем, как они заканчивают. Их отсюда выбрасывают. Понимаешь? То есть, они плохо заканчивают, умирают, теряют тело. Почему? Потому что они негармонично действуют в отношении третьей вселенной, в отношении вторых вселенных. Они занимаются насилием, то есть, они что-то делают насильственное в отношении других людей, крадут, не знаю, там, обижают, убивают, да? В конце концов, так все устроено, что их постепенно отлавливают и исключают из игры. Понимаешь? Вот так здесь все устроено. Поэтому, хочешь жить классно, интересно, иметь свою игру, надо разобраться. Надо разобраться, как здесь все устроено. Надо понять, что ты принимаешь решение, каждый момент принимаешь решение. И есть решения, которые ведут тебя к тому, что ты поднимаешься по состояниям, улучшаешься, да? И имеешь все лучше игру, все больше ресурсов, да? Переходишь на какие-то новые уровни. Либо ты принимаешь какие-то нецелостные, бессознательные решения, невежественные решения. И ты опускаешься по состояниям, твоя жизнь ухудшается. Ты становишься все более-более, скажем так, как-то сказать, несчастный, да? Все более несчастный, все более скованный, все более зажатый, пойманный. Это, как бы, признаки того, что ты неправильно играешь просто. Да, конечно, к сожалению, мы живем в Кали-Юге, да, в веке невежества. И на самом детстве не обучают этим вещам. Существует много сил, которые не заинтересованы в том, чтобы мы имели свободную игру, чтобы мы играли гармонично здесь, да? Нас любят, там, как-то использовать в тех целях, которые нам навязаны, да? Заметили? То родители нас, да, учат с самого детства, там, делать что-то такое, что мы не очень хотим, да? То есть мы живем в мире, где, к сожалению, очень много манипуляций, очень много навязанного, то есть с вторых, как бы, вселенных в нашу первую вселенную много нам навязывается. И мы часто соглашаемся с какими-то рабскими вещами, с ограничениями, сами себя этим самым ограничиваем, становимся закомплексованными, ограниченными. И потом, когда мы вырастаем, мы чувствуем, что мы не можем самореализоваться в третьей вселенной, да? В общей игре. Не можем добиться чего-то. Почему? Потому что понасоглашались со всякой фигней. Понаверились во всякие сказки, не понимаем, как все устроено, не разобрались, что такое жизнь, как здесь играть, что можно делать, что нельзя делать, да? Что в этой жизни, как бы, от того, как ты мыслишь, да, с чем ты соглашаешься, чему ты даешь энергию, очень сильно зависит, как ты будешь играть. То есть, если ты не распознаешь, например, насилие, подавление, как насилие, как подавление, сотрудничаешь с такими людьми, то ты станешь рано или поздно жертвой от них, они тебя как-то поймают, начнут использовать в своих целях. И в результате ты не сможешь самореализоваться, ты всю жизнь будешь исполнять какие-то чужие цели, навязанные тебе, да? Что-то, что не является твоим. И, соответственно, ты не будешь чувствовать ощущение самореализации, раскрытия твоего намерения, твоих подлинных вот этих вот устремлений, да, к расширению, к улучшению, к тому, чтобы вот что-то создавать, быть творческим, да, чего-то добиваться в этой жизни и кайфовать. Жить свободно, кайфовать, помогать себе, помогать другим людям развиваться, расширяться, улучшаться. Вот смысл, понимаешь? Игра, она так построена, что ты приходишь расти как игрок, развивать свои способности творческие, да, что-то здесь создавать, вот создавать, улучшать, играться с этим, да, получать какой-то опыт. Вот мы здесь находимся, что здесь еще делать, понимаете? Здесь нечего делать, кроме как творить, что-то создавать, получать опыт, какой-то опыт потом проживать. Отыгрывается он, отпускать этот опыт, выбирать себе какой-то новый опыт, использовать какие-то новые возможности, да, и все время расти, расти в своем мастерстве игры. А что, если человек больше живет в третьей вселенной и верит только в нее? Человек не может жить только в третьей вселенной, понимаешь? У него есть его внутренний мир всегда, есть то, что он воспринимает, мир, который он воспринимает через органы чувств, это третья вселенная. И есть другие, другие игроки, другие духовные существа, у которых тоже есть собственный внутренний мир, понимаешь? И вот эти внутренние миры, наши внутренние миры, они могут пересечься только вот здесь, в этой третьей вселенной. Да, я могу тебе точно сказать, что очень многие люди, они замурованы в своем внутреннем первом мире. То есть они интроверты, то, что называется интроверты, да, то есть погружен слишком сильно в материал, который накоплен внутри и над которым произошла утрата контроля. То есть определенные психические состояния, накопленные, да, над которыми утрачен был контроль, причинность над ними, да, и эти состояния очень часто как слои накопились, и они делают человека механистичным. То есть он живет под влиянием привычных накопленных прошлых мыслей, убеждений, представлений, подавленных каких-то эмоций, состояний. И выходит, что вот этот внутренний мир, он перестал быть причиной и, ну скажем, тем, кем он и является над этим всем. Понимаешь, вот чем и занимается любая духовная практика и терапия. Постепенно вымораживают, да, вымораживают сознание из этого накопленного бессознательного. Чтобы человек постепенно восстановил прозрачность своего внутреннего пространства, четкую осознанность, как оно устроено, как оно работает, да, восстановил контроль над разумом, над картинками, да, над своим прошлым, разрядил все болезненное прошлое. И в достаточно высокой степени поэтому пришел в настоящий момент. Чтобы внутренние вот эти вот накопленные состояния не были препятствием к восприятию настоящего. Понимаешь, вот это очень важный момент. Это называется пробуждение, да. То есть мы пробуждаемся из того, что накоплено внутри, да. Мы лучше с ним разбираемся, разгребаем всю эту помойную яму, накопленную в прошлом. И в которую мы пойманы часто, да. И в которую нам помогли, да, как бы залезть тоже еще с детства. Потом это вот как бы уходит все. И мы в высокой степени присутствуем в этой третьей вселенной. Мы очень хорошо понимаем, как мы устроены, как другие устроены, как вселенная устроена. Мы можем рассматривать. Почему иногда не идут дела на зло? Ну это нормально. В этой вселенной возникают препятствия. Препятствия возникают по причине того, что, ну во-первых, не только ты здесь играешь, да. Другие тоже здесь играют. Они что-то делают удобное для себя. И часто оно может быть не очень удобно для тебя. Вот. Что-то там, не знаю. Ты шел и построили стену, да. Кто-то построил стену. Ну, соответственно, ты увидел эту стену. Она возникла в третьей вселенной. Значит, тебе надо ее обойти как-то. Вот и все. Понимаешь? Так она так и появилась. Как ты думаешь, появилась вот эта вселенная именно такой, какая она есть? Все что-то создавали, создавали, постулировали, да. То есть вносили в эту третью вселенную, учитывая те принципы, которые здесь уже были исходны. Вот они что-то вносили, создавали, создавали. И создали ее постепенно такой, какая она есть. Это коллективное творчество. Здесь все что-то создают. И часто то, что они создают, оно может тебе где-то, возможно, не очень нравится и мешать. Ну, ты можешь обходить это, как-то с ними договариваться, там, что-то создавать такое, какое ты хочешь. Понимаешь? С другой стороны, есть много созданий, в которых мы живем. Они очень удобные, да, вот цивилизации. Посмотри, сколько всяких интересных вещей по нас создавали. Мы ими пользуемся. И живем постоянно в этом. Так, что-то там у тебя был последний вопрос, я не успел ответить, потому что не успел прочитать. То есть мы постоянно пользуемся плодами творчества других людей. Вы заметили, да, что мы постоянно что-то используем? Веришь в черную полосу? Нет, не верю. Не верю. Есть просто периоды, где идет не так легко, как раньше. Вот и все. Бывает так, что ты вот что-то создаешь, да, вот ты создал, наладил, наладил. И у тебя все достаточно неплохо идет. А потом бывает что-то происходит, да, там может что-то снаружи произойти, может тебе перестать нравиться это. И тогда происходит период перемен, да, изменений каких-то. А ты уже привыкаешь, люди обычно привыкают к чему-то накатанному, да, а тут хопа и надо менять. И вот когда начинаются изменения, какие-то препятствия, трудности, ты почему-то считаешь, что это черная полоса. Нет, черных полос нет. Это ты препятствия называешь, какие-то сложности, да, ты начинаешь называть черной полосой. Это не черная полоса, это просто изменения. Ты был наверху, теперь чуть-чуть там съехал в более низкие состояния. В жизни есть состояние, этические состояния, называется состояние деятельности. Несуществование, опасность, критическая норма, изобилие, власть, смена власти. Существует состояние. Когда ты чем угодно занимаешься, ты там проходишь все эти состояния. Есть еще нижние там состояния, помеха, предательство, там и так далее. То есть, в нашей технологии это все в саентологии, я имею в виду, и в дианетике там все это изучается. Что мы в любой деятельности проходим определенные состояния. Все находится в определенном состоянии. Вот посмотри на эту чашку. Ты видишь, она находится в норме. Она находится в норме, она нормально. Она не разбита, ничего. Вот если будет такая трещина, такая трещина, это уже критическое положение. А если трещина пройдет еще глубже, ей нельзя будет пользоваться. Ну, фактически она уже переходит в состояние опасности. И в состоянии, когда ее выбрасывают, да, и она постепенно начинает уходить в несуществование. Вот это тебе пример, да. То же самое с телом может происходить, да. Твое тело может быть в разном состоянии. Оно может быть в критическом положении, может в состоянии опасности находиться. Может в состоянии несуществования попасть. Вот, помереть может вообще, понимаешь. И быть в несостоянии. То есть, когда оно полностью уже умерло, оно в несостоянии. То есть, его уже фактически нет. И так же ты рождаешься, да, вот твое тело только там начинает оплодотворяться, да, там идет сперматозоид к этой яйцеклетке, начинается деление, да. Вот это из несуществования оно начинает проходить через критическое положение, через опасность, через критическое, постепенно в норму, да. Ну так вот, все, но оно вот таким образом все устроено. Поэтому то, что ты называешь черной полосой, ну ты можешь опуститься в какой-то области по состояниям или в жизни в целом. Почему кто-то пишет что-то на меня? Ну, потому что у них вот такие странные идеи во второй их вселенной. То есть, они видят нормального пацана, который, ну, вроде на гея не похож. Но вот у них в уме какие-то странные идеи, да, по поводу геев. И они проецируют на меня эти идеи. Понимаешь? То есть, они, вот что-то у них в уме происходит, они не осознают и правильно не соотносят. То, что у них в голове происходит с объективной реальностью, с фактами моей жизни. Они же не знают, да, что я по девочкам. Я по девочкам. Понимаешь? Вот. Поэтому им что-то кажется. То есть, они приходят, они видят в третьей реальности, вот сидит дядька, что-то говорит, да. И они начинают гадать, что-то додумывать, проецировать из своей головы на этого дядьку. Какое имеет дядька отношение к тому, что у них там в голове проецируется? Никакого. Мне кажется, что так сказали, потому что вы худой, и голос более тонкий, мое мнение. То есть, если у кого-то более тонкий голос, и он худой, то он обязательно гей, да. Это просто потрясающая логика. То есть, если какой-то такой голос, да, и худоват, это обязательно гей. Но это называется реактивный ум. Это означает, знаешь, такие странные, нерациональные, не связанные с реальным наблюдением за жизнью, идеи, которые, да, в количествах присутствуют в головах очень многих людей. Слушай, давай так, будешь задавать такие вопросы, лучше уходи. Здесь мы не об этом говорим. Национальность здесь не имеет никакого значения. Гейты или гетеро не имеют никакого значения. Мы говорим о базовых вещах по поводу жизни. Как тебе в жизни самореализоваться. Как тебе понять, вот как здесь все устроено, да. Как добиться чего-то в жизни, как быть успешным, как жить свободно. Вот мы об этом говорим, о качестве жизни. Какого ты цвета там, какого цвета у тебя кожа, какая у тебя там попа или пися. Это здесь никого не интересует. Абсолютно. Не, ну человек же спрашивает вопросы, я ему отвечаю. Ладно, все. Ребята, в принципе, я вам все объяснил. Давайте подытожим, да. Существует три вселенных. Первая вселенная это ваша. Только над этой вселенной вы являетесь полной причиной, да. Существует вторая вселенная, другой человек. Вы над другим человеком не являетесь полной причиной. Он там является полной причиной. То есть у него есть своя свобода, своя воля, да, свои права. Соответственно, когда вы с ним общаетесь, входите в взаимоотношения, вам нужно учитывать, что навязывать, насильствовать, да, что-то там вот в эту вторую вселенную впихивать, если там не хотят. Вот этим не надо заниматься, да. И также мы помним, что мы, кроме наших вот этих внутренних вселенных, вселенной мысли, вселенной эмоций, чувств, каких-то ощущений, существует еще общая вселенная, да, которая доступная всем. То есть если наши эмоции и чувства, и мысли, они доступны в основном только нам. Ну, другие тоже могут это по каким-то признакам тоже считывать, да, но в основном это наши состояния, это наши переживания, это наши мысли, да. То общая вот эта реальность, она доступна всем. Ее все видят примерно плюс-минус так вот, как вы видите, да. Потому что это общая реальность, это вселенная согласие, согласие. Мы вот согласились, что вот так оно, вот так вот. И мы здесь находимся, потому что мы согласились, что оно вот так вот. Поэтому если вам что-то здесь не нравится, не надо вот думать, что вы сюда попали и здесь что-то неправильно. Потому что когда вы сюда попадали, вы априори соглашаетесь с тем, как оно. Ну вот, может еще какие-то вопросы, что-то вам непонятно. А, еще хотел вот один момент, что как происходит реализация, да, реализация того, что вы хотите. Мы управляем постулатами. Постулат это решение, можно сказать, решение. Что-то вот, вот мы внутренне можем принять, вот что-то будет, вот так и все. Вот я решил, у меня возник какой-то образ, да, я понимаю, что это реально сделать. Я это видел, например, что это достижимо. В этой вселенной я понимаю, что это достижимо. Есть примеры, да, есть другие люди, они это сделали. Значит, если они это сделали, значит и для меня это тоже достижимо. То есть, если что-то реально, да, то вы можете принять внутреннее решение. Я это буду иметь. Когда вы приняли решение, из этого начинает возникать вектор намерения, да, намерение. Дальше нужны действия, да. И здесь происходит такой процесс. С одной стороны, вы приняли решение. Этот постулат, он, можно сказать, тоже влияет на третью вселенную, на то, что происходит в третьей вселенной. Это будет считываться, это будет как бы чувствоваться, что вы приняли какое-то решение. Другие будут это понимать, что у вас есть какое-то решение, да. Но это решение волшебным образом за вас никто не будет делать. То есть, воплощать то, что вы хотите, это ваша ответственность, понимаете. Это ваша ответственность. Другие могут к вам присоединиться, они могут помочь вам в чем-то, да. Вы можете с ними договариваться как-то, да. Что вот смотри, я хочу это, я тебе там заплачу столько-то, давай, вот ты мне сделай. И в конце концов у нас с тобой честная договоренность, честная сделка. Я получаю то, что я хочу, ты получаешь то, что ты хочешь. То есть, деньги, да. То есть, так вы учитесь постепенно двигаться к своим целям, да. То есть, вы ставите перед собой цель, каким-то образом представляете. Понимаете, что эта цель реальна. Это очень важно, да, разумно понимать, что реально, что нереально. Понимаете, что реально, есть примеры, есть какие-то первые возможности пойти туда. Да, вы хотите этого, хотите определенным образом, да. Вот какими-то путями не хотите, а вот этими путями хотите, да. И нужно двигаться, двигаться и честно, учитывая законы, учитывая вот общие принципы, искать оптимальную машину, справляться с препятствиями, да, с какими-то. И продолжать каждый день делать этими ручками, своими какими-то способностями, талантами, этой головкой, да. Делать то, что вы хотите из своей жизни. Если вы будете делать, 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 иметь честные сделки, никого не обманывать, да. Не накапливать плохую карму, стараться, да. Если совершаете ошибки, не наступать на них по 10 раз, а все-таки делать какие-то правильные выводы, да. И постепенно, постепенно сделайте. Пробиваться, да. Пробиваться сквозь сложные внутренние состояния часто приходится, да. Потому что вот это накопилось у многих людей, да. Многие-то люди, они внутренне заблокированы просто, понимаете. То есть они словно сами себя обесценили, они словно не верят в свои способности. Нужно ли повышать таким образом осознанность? Нужно, нужно. Осознанность нужно повышать постоянно. Постоянно. Ну что это такое? Что означает повышать осознанность? Осознанность в отношении первой вселенной. Это все лучшее ты замечаешь, а что там у тебя происходит. Осознанность, восприимчивость. Знаешь, бдительная восприимчивость к твоим мыслям, к тому, что у тебя происходит. Четкое понимание, где твои цели, да. Где твои цели. Потихонечку надо разобраться, что такое навязанные цели и ценности, да. Что такое общие стандарты. Всегда ли мне подходят общие стандарты. Возможно, какие-то стандарты мне подходят, возможно, не подходят, да. С этим потихонечку нужно разбираться. И это все называется повышение уровня осознанности. Медитация это, опять же, что ты делаешь. Ты сел, закрыл глаза. Это вот если классический вариант, да. Ты закрываешь глаза и ты вносишь ясность, наблюдательность в свою первую вселенную. Ты пытаешься разобраться, что там происходит. Ты разглядываешь и восстанавливаешь постепенно, постепенно свою причинность над первой вселенной. Вот что такое медитация. И чем лучше ты устойчив, чем более ты бдителен и осознан к тому, что происходит, тем меньше эти вещи тебя могут захватить и потащить туда, куда тебе не надо. И заставить тебя делать то, что ты не хочешь делать. Люди очень часто под воздействием каких-то психических состояний делают то, о чем они потом очень сильно жалеют. Вот это часто происходит. Не важно, что было показано где-то. Я предлагаю слышать меня и понимать то, что я говорю. Можно ли с открытыми глазами постепенно, когда ты восстановил свою причинность над своей внутренней вселенной. Не важно, открыты глаза, закрыты. Ты в достаточно высокой степени здесь и сейчас. Ты осознаешь. Ты не спишь в мыслях. Мысли приходят, движутся. Ты ими движешь. Какие-то прилетают сами по себе. Ты их осознаешь. Они не могут тебя захватить и куда-то потащить. Потому что ты осознаешь себя как того, кто до мыслей. Если ты осознаешь себя не умом. Если ты знаешь, что ты не являешься мыслями. Ты полная причина над мыслью. Не важно, закрытые глаза, открытые. Просто когда ты открываешь глаза, тебя третья вселенная захватывает и отвлекает от первой. Понимаешь? Почему медитация делается с закрытыми глазами? Чтобы ты погрузился полностью в первую вселенную и не отвлекался на третью. А третья вселенная, она тебя постоянно искушает. Она тебе предлагает что-то, куда-то тебя пытается затянуть. И ты все время отвлекаешься от первой. А так как часто в первый бардак, в первой часто накоплено всякое, что тебе мешает самореализоваться в третьей. То тебе на какой-то период надо отклеиваться от третьей и наводить порядок в первой. Когда ты имеешь порядок в первой своей вселенной, в своем внутреннем мире. Тогда у тебя, поверь, будет и порядок в третьей. Потому что эта третья вселенная, она очень сильно, именно, как-то сказать, именно та жизнь в третьей вселенной, которую ты проживаешь, она очень сильно отражает твою первую. То есть, если в твоей первой приняты какие-то решения, поставлены какие-то цели, в твоей первой, ты сам для себя поставил какие-то цели. То рано или поздно, если ты упорно к ним идешь, в твоей третьей вселенной, эти цели появятся. Понимаешь? Это неизбежно. То есть, если ты поставил цель, если ты принял решение, если ты делаешь каждый день все возможное, если ты постоянно прокачиваешься, обучаешься, учишься, как-то делать наилучшим образом, ты постепенно добьешься этой цели. Понимаешь? Ну, спрашиваешь, что ты там хотел спросить-то? Подождите, подождите. Просто пока человек сам себе не стал хозяином, пока ум, привычный ум его хозяин, то не добьется он в жизни того, чего он хочет. Его ум будет ограничивать. Макс, дух и душа, это разное. Какая разница? Давай с тобой договоримся, что это одно. Чтобы не было путаницы, да? Потому что все эти слова произошли от одного корня. То, что вдыхает жизнь. То, что мыслит, то, что создает жизненную энергию, то, что переживает эту жизнь, то, что осознает эту жизнь, да? Вот это то, что кем ты являешься в своей основе. Давай можем называть это как угодно. Какая разница, как оно называется? Дух, душа, сознание, тетан, духовное существо, да? Как это называется? Это просто слова. Они туда указывают. А как это называется, оно не особо имеет значения. Закон притяжения. Если ты думаешь, что к тебе что-то просто так притянется, ты будешь сидеть на диване и там пытаться там постулировать, не притянется. Не притянется. Поэтому можешь верить в закон притяжения. Наверное, притяжение есть какое-то. Потому что в этой вселенной существует закон резонанса, да? Закон подобия. То есть, если ты на тонких вибрациях, скажем, да? Вот представь, что ты такой осознанный и на тонких вибрациях. Какие люди к тебе будут притягиваться? В основном будут притягиваться люди примерно такой же частотности. Понимаешь? То есть, или те люди, которые стремятся к такой частотности. То есть, их вот интересуют эти высокие вибрации. Понимаешь? Фильм «Секрет» — фигня. Смотрел я его, не знаю, лет 10 назад, наверное. Когда он только появился. Забудь. Забудь о том, что ты там что-то мечтаешь, визуализируешь, и оно само притягивается. Оно не так работает. Тебе любой успешный человек, который чего-то добился в жизни, скажет, что а так оно не работает. Нет, все не один дух. Если бы был все один дух, ну попробуй, пошевели моей рукой. Попробуй. Попробуй вместо меня что-то реши. И попробуй мне это навязать. И я тебе дам отпор. Вот все, что ты получишь, это отпор. Потому что я сам знаю, что я хочу. Потому что я сам как-то это внутри осознаю и понимаю. Поэтому, понимаешь, какая разница? Одно оно или много их. Смысл не в этом. Тебя не должны вообще беспокоить эти материи, эти темы. Тебе нужно найти себя. Себя ты ищешь внутри себя. Ты должен осознать самого себя. Являешься ты одним, или нас много. Какая разница? Тебе себя найти надо. Понимаешь? Все. И тебе нужно жить себя. Жить то, что говорят от сердца, от души. То, что ты глубоко чувствуешь правильным для себя. Ну и естественно, не против других. Чтобы это было. Чтобы ты не подавлял никого, не пытался манипулировать, хитрить и навязывать другим что-то. Эти все эзотерические темы, знаешь, многие люди интересуются какими-то эзотерическими темами, которые не помогают счастливо жить. Вот не помогают. Часто они просто оправдывают их неспособное, безответственное, неосознанное механистичное состояние. Понимаешь? Типа на все воля Бога. От меня ничего не зависит. Значит, мне ничего и не надо делать. Как идет, так идет. И вот, я в курсе вот этой темы. Да, да, да. Но, не знаю, это не моя тема. Вот единственное, что я тебе могу сказать, это абсолютно не моя тема. Я чувствую себя счастливым, когда я делаю из своей жизни то, что я хочу. И когда мне кто-то что-то навязывает, и я не замечаю этого, через какое-то время я себя чувствую несчастным. Поэтому я обучаю людей свободе, свободе. Как жить свободно, как жить искренне, как жить целостно, честно, как договариваться честно, да. Как радоваться опыту жизни не когда-нибудь потом, а сейчас уже, сейчас. Жизнь-то это то, что вот эта третья вселенная, это то, что сейчас происходит, понимаешь. Да, конечно, самого опыта недостаточно. Потому что это игра. А в игре всегда есть цели, препятствия и свободы. Если у тебя не будет цели, ну, скучно становится, понимаешь. Ну, вот скучно. Ну, да, ты находишься, ты переживаешь какой-то опыт. Но у тебя должен быть какой-то смысл, который ты сам придумываешь. Вот этот смысл жизни, какую ты хочешь игру, ты сам, как творец, придумываешь этот смысл. И сам потом реализуешь этот смысл. Потом, через какое-то время тебе это надоедает, ты себе придумываешь еще что-то. Потом опять и это надоест, ты себе еще что-то. И мы в этом находимся миллиарды лет. Понимаешь? Да. Но очень часто есть какие-то общие смыслы. Вот, например, смотри, ты, например, чувствуешь пойманность, скованность в своей первой вселенной. То есть ты чувствуешь, что ты закомплексованный, ты подавленный какой-то, да. Ты чувствуешь, что ты никак не можешь жить сам себя. Соответственно, у тебя рождается такой вот смысл, как освобождение, духовное освобождение, да. Это становится для тебя в определенный момент высшим смыслом. Как же мне, черт возьми, разобраться с тем, что со мной внутри происходит? Почему я никак не могу там, не знаю, реализовать то, что я хочу? Почему я не могу подойти к девушке, которая мне нравится? Почему я не могу зарабатывать столько, сколько я хочу? Почему я все время сталкиваюсь с какими-то внутренними барьерами и стенами, с которыми я вообще не понимаю, что это такое, как оно возникло, и как мне освободиться, и как мне жить с открытой душой, с открытым сердцем, без комплексов, раскованно, да. Вот есть же такая проблематика, да, и она массовая. Соответственно, отсюда возникает массовый смысл. Духовное освобождение. Понимаешь? То есть многие из нас приходят сюда в первую очередь для того, чтобы отработать то, что мы набрали внутри. Это когда ты все это отрабатываешь, освобождаешься от этого. Вот с этого момента, когда ты находишься в состоянии полной осознанности, духовной освобожденности, ты можешь из своей жизни делать то, что ты хочешь. Ну, естественно, в гармонии, находясь в гармонии с этими, там, со вторыми и с третьей вселенной. Понимаешь? То есть смысл духовного освобождения в том, чтобы освободиться от всего, что тебя поймало внутри и снаружи. Когда ты не пойман ни снаружи, ни внутри, нет ловушек внутренних каких-то, нет чего-то, что тебе навязано внутри или снаружи, тогда ты живешь себя, живешь свободно, без какой-то вот этой вот, то, что называется, надо, должен, да, обязан. Достижение каких-то смыслов, которые не твои, в которых ты особо и не радуешься, да. Твой смысл должен тебя радовать. Твоя цель должна тебя воодушевлять. Если это твоя цель, ты просыпаешься и понимаешь, о, прикольно, сегодня вот это будем делать, я это хочу. Я хочу. Не потому что надо, не потому что кто-то мне это навязал. Потому что я этого хочу. Я так решил. Я решил. Вот что мне эта штука нужна. Мне не важно, кто и что думает об этом. Вот. Я решил. Оно не наносит то, что я решил. Оно как бы не наносит ущербов вроде никаких особых. Не наносит. Ну все, значит я делаю то, что я хочу. Но здесь есть тонкости всякие, знаешь. Потому что кто-то может прийти и тебе начать рассказывать, как плохо то, что ты живешь как ты хочешь жить, да, как плохо ему от этого. И он пытается сесть на тебя просто, не знаю, привык выживать за твой счет. Привык свои неспособности решать за счет твоих способностей. Да, тут, блин, столько всего, надо с этим разобраться. Манипуляции, да, вот эти все манипуляции, да. Что к тебе часто, как только ты начинаешь добиваться успеха в этой жизни, появляется огромное количество людей вокруг тебя, которые хотят, ничего не делая, так или создавая имитацию бурной деятельности, проехаться на твоем успехе. Понимаешь, присоединиться, ну вроде бы это хорошо, когда ты добиваешься успеха. А как можно добиться успеха? Нужно строить игру. То есть нужно строить свой проект какой-то, да. А что такое своя, играть в свой проект? Это когда ты вовлекаешь других людей, приносишь им какую-то ценность, делаешь им какую-то интересную игру. Им интересно играть с тобой, да. Но бывает так, что люди заходят, и они не просто с тобой хотят играть, а они хотят добиться каких-то своих целей, отличных от целей твоей игры, но как-то вот хитро, знаешь, вот хитро. То есть, ну бывает так, вот наймешь кого-то, да, а он хочет твои деньги получать, естественно, и он делает вид, что ему так интересно у тебя работать, что да-да-да, я вот тебе буду помогать достигать твоей цели, потому что мои цели такие же, как твои. А потом через какое-то время смотришь, а он как бы не работает, и он в какую-то другую сторону на самом деле гребет. А денежки он хочет получать, да, и в какой-то момент ты понимаешь, что вам не по пути. То есть он притворяется, притворяется, что он хочет играть с тобой в эту игру, и действительно с тобой у него общие цели. И он притворяется, что общие цели, чтобы получить какую-то выгоду, и тебе нужно быть осознанным, нужно просекать эти вещи, понимать, что он не тот, за кого себя выдает. И те цели, которые он преследует и декларирует, на самом деле не те цели, которые он на самом деле преследует. Очень часто люди, они такие, знаешь, есть такой тон, скрытая враждебность. То есть они притворяются твоими друзьями, они типа делают вид, что, ну вот, они ради тебя все что угодно, а потом они начинают за твоей спиной играть в какие-то свои игры, коварные какие-то планы на тебя строить, и использовать тебя в своих целях. А потом тебя, ну, когда ты отворачиваешься, да, вставляют какой-то нож в спину. Таких людей много, нужно понимать, что такое присутствует, и нужно научиться вовремя это определять. И построить свою игру можно только из тех людей, с которыми реально по пути, вот реально, они хотят, вот реально хотят, да. Вот я, например, чему-то обучаю, приходят люди, и они реально хотят этому научиться. Вот я уже это понял, изучил, да, они реально хотят научиться. У нас общие цели, я хочу научить, они хотят научиться. Все, мы учимся, и в конце концов они понимают то, что я им передаю. Самосаботаж, как его распознать и не загнать себя в тупик. Не саботируй себя. Вот, смотри, если я что-то хочу, да, если я что-то хочу, по-настоящему хочу, это моя искренняя цель, мое искреннее желание, намерение. Как я могу сам себя саботировать? Не могу. Но мой ум, да, какие-то структуры внутри меня, они могут саботировать. Это не ты делаешь. Понимаешь, вот эта прокрастинация, самосаботаж, это не ты сам себя саботируешь. Ты просто себя считаешь чем-то, чем ты не являешься. Ты не осознаешь, кто ты. Что ты являешься как раз тем, который хочет брать и делать. Но ты часто сталкиваешься с психикой своей, с какими-то структурами, с комплексами, с какими-то навязчивыми состояниями. И эти состояния оказывают верх над тобой. Они сильнее тебя. И ты поддаешься на это, и ты сдаешься. Тебе становится лень что-то делать, и ты сотрудничаешь с этой ленью. И поэтому ты получаешь поражение в достижении того, что ты по-настоящему хочешь. Что-то тебя начинает блокировать внутри, и ты с ним сотрудничаешь. А не надо сотрудничать. Надо усиливаться и пробиваться сквозь эти вещи. Понимаешь? А вот это не очень многие хотят делать. Потому что это дискомфортно. Потому что с этим дерьмом разбираться внутри часто это дискомфортный, неприятный процесс. Тебя может накрывать очень болезненными состояниями. То есть я вот когда свой бизнес строил, у меня часто были тяжелые стрессовые ситуации, тяжелые состояния. Но я знал свои цели, я знал к чему я иду. И я продолжал это делать. Я делал, возможно, какие-то шаг назад, потом два шага вперед. Или делал какие-то перерывы, может быть, маленькие. Но все равно продолжал двигаться к своим целям. Понимаешь? Сдаваться нельзя. Если ты по-настоящему чего-то хочешь, нельзя сдаваться. И почивать на лаврах очень долго не стоит. Только почивать на лаврах может человек, который чего-то по-настоящему добился уже в жизни. У него уже все хорошо. Понимаешь? Он уже по состояниям поднялся выше нормы до изобилия. У него изобилие в жизни по многим ключевым сферам. То есть он уже находится... А может быть, даже он поднялся не просто в изобилии, а во власть. Бывает еще состояние власти, оно выше, чем изобилие. Это очень мощное состояние. Если ты находишься во власти, в какой-то сфере жизни, тебя выбить очень тяжело. Ты будешь выбиваться, ну, в норму ты выбьешься. Знаешь, там из власти можно в норму упасть через изобилие. А потом из нормы опять подняться. А большинство людей, они в целом по жизни находятся не в норме, а в критическом положении. Прикинь, вот есть 8 сфер жизни у человека. Ну, я выделяю 8 сфер. Здоровье, например, там отношения, личные отношения. Общение с друзьями, там какой-то круг общения. И у них там везде критическое положение. По здоровью критическое положение. По отношениям с противоположным полом. Там вообще опасность может быть или вообще несуществование. Их просто нету, этих отношений. По многим сферам может быть вообще отсутствие состояния. Просто эти сферы не развиты. Человек не взял ответственность не развивать, не расширять свою жизнь. Живет такой вот маленькой жизнью, так, не выделяться, ничего не трогать. Так вот, такая неспособная маленькая жизнь. Но это не наша природа. Мы приходим здесь постепенно расширяться, расширяться, развиваться, раскрываться по сферам. Становиться успешными. Успешный человек, это всегда человек с такой мультираскрытием. У него многосферное раскрытие произошло. Вот посмотрите, если есть какой-то успешный человек по-настоящему, поизучайте. Он и в семье раскрывается, и в карьере раскрывается, и в творчестве раскрывается. Он и учится постоянно. Он сразу раскрывается в разные области. Потому что, если ты, например, только будешь в деньгах успешен, но у тебя нет семьи, нет отношений нормальных, ты будешь несчастен. Сколько бы денег у тебя не было, зачем тебе эти деньги, если ты не можешь использовать этот ресурс для того, чтобы раскрыться по другим сферам. Вот это вот ситуация и происходит. Очень частая ситуация. Человек не способен раскрыть свою жизнь по ключевым сферам жизни. От чего страдает, от чего чувствует ощущение постоянной нереализованности. И мучается. Ну да, если они могут, значит и ты можешь. Просто, если ты будешь думать об этом, ничего не произойдет. Нужно, чтобы ты... Вот смотри, мысли не реализуются. Если ты веришь в эту историю, что просто ты о чем-то думаешь, и оно реализуется, это неправда. Есть разные формы мыслей. Вот есть образ картинки. Например, ты смотришь какие-то картинки в уме. Даже закрыл глаза, мечтаешь о чем-то. Эти сами картинки по себе, они не воплощаются. Воплощаются, когда ты берешь одну картинку и принимаешь решение. Постулируешь. Да будет так. Ты принимаешь внутреннее решение, что вот эту картину я готов реализовать в жизни. Понимаешь? Должен быть постулат. Постулат, это называется постулат, решение. Это должно быть решение твердое, полное, стопроцентное. Это не вера. Вот многие думают, надо верить. Это не вера. Это просто внутренняя самосотворенная истина для себя. Ты внутри себя решаешь. Вот видишь, что тебе что-то надо. Например, я там сегодня ходил по магазинам, тоже себе что-то выбирал. У меня же прежде, чем пойти в магазин, я конкретно понимаю, что я хочу себе купить. У меня нет еще четкого образа даже. Вот прикинь, у меня есть просто постулат. Я себе хочу купить, например, короче, не важно что. Вот хочу купить эту вещь, но я ее еще не вижу. Я хочу просто купить. У меня есть твердое решение, что я куплю это. Я хожу по магазинам, смотрю варианты. И когда я вижу наилучшие варианты, и он хорошо на мне сидит, я его покупаю. Видишь, у меня нет четкой картины. А что у меня есть? У меня есть просто мой постулат, мое решение. Я это куплю. Я это куплю. Понимаешь? Вот так оно работает. То есть ты даже можешь не видеть точно, вот прям во всех деталях, что ты хочешь. Но у тебя может быть решение, какое-то понимание внутреннее, какая-то потребность в чем-то. Зрелая потребность. И ты просто изучаешь возможности жизни и постепенно формируешь то, что ты хочешь. Поэтому именно образное, словесное мышление, оно не первостепенное. До него еще есть более важное мышление, это постулаты, это суждение. Это мысль, которая не имеет формы. Это чистое понимание. Вот я понимаю, что я хочу купить и все. А какая форма? Ну сейчас поиграемся. Я могу прикинуть, я могу примерно прикинуть, эскиз какой-то сделать, что я хочу. Но это уже я надеваю этот эскиз на свое решение. Что мне что-то нужно. Вот такими решениями все и создается. Решиться надо, понимаешь? Нужно быть решительным человеком. Предприниматель, человек, который добивается чего-то в жизни, он решительный человек. Он принял решение, все, пошел делать. Делает, делает, ищет возможности, преодолевает препятствия. Тренирует мышцу воли своей. И развивает способности справляться с препятствиями, с какими-то состояниями, которые мешают ему добиться того, чего он хочет в жизни. Ладно, ребят, на этом будем завершать. Спасибо. Спасибо за то, что вы пришли, уделили мне время. Помните о том, что я сегодня говорил. Я оставлю эту трансляцию. Пересматривайте. И помните, что вот сегодня я затронул очень много разных ключевых вещей. Три вселенные, ненасильственность, да, как работают ваши решения, как вы реализуете постепенно своими решениями, через намерения, через действия, то, что вы хотите в своей жизни. И как это делать гармонично в отношении второй вселенной, других людей, в отношении тех договоренностей и согласий, которые существуют уже в данной третьей вселенной. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok